всем привет ребята решил записать вам видео сразу извиняюсь помятый вид поспал всего 4 часа напряжуха такая вот по поводу вот как один из пунктов того о чем я сейчас буду говорить видосе вот крайне пост про танцы с влагами почитал комменты если честно очень доволен там тем что больше половины понимают что к чему и отчего но и видел много комментариев которые от людей которые воспринимают какие-то посты в лобешник прям вот и хотелось бы для всех кое-что сказать ребят но не нужно какие-то новости воспринимать четко в лоб тем более если описание такой что разбирающиеся поймут в описании воспринимайте метафорически поддавайте это все критическому анализу увидели видос это старый видос да какая разница старый видос или новый видос суть то ясна понимаете для них гои убивают гофь я об этом говорил в своем видосе это как один из пунктов это не значит что это конкретно причина следственная связь это один из пунктов и у нас началось тоже оба понятно теории заговора ребят но обратите внимание я уже об этом не раз говорил мне нужны новые теории заговора потому как все старые стали явью все выполнено недавно недавно даже путин я не знаю то ли он не выдержала ляпнул то ли что он конкретно сказал про золотой миллиард то есть это вообще то есть это считалось ну среди людей которые не разбираются совершенно что типа ой да это вообще какая-то чушь ребята да не чушь и вот пожалуйста он эту информацию сливает почему объясняю почему и что такое что такое золотой миллиард это создание насколько я помню в целом глобалистов туда входят сионисты и так далее вся эта движуха для того чтобы сокращать население земли чтобы оно стало как можно меньше и был золотой миллиард самых-самых избранных славяне туда практически помню входят вот которые останутся на земле и остальные как бы кто останется будет их как бы обслуживать это в двух словах чтобы не вдаваться сильно то есть самый избранный бога избран у нас же сами знаете уйди являются же бога избранным народом а тут извините меня славяне бах колыбель создают православие руси империя туда-сюда это нет нехорошо вот так не годится как бы и вот сейчас уже вот этот вот я немножко прыгаю по времени но я думаю суть будет ясна в общем сокращение населения земли почему вы думаете так резко стали продвигать гей-пропаганду вы заметили резко в кино никакой кино не может быть если там нет педераста ну и там естественно не грозят это там у них в европе арабы чтобы были обязательно да но очень жестко акцентирована стали продвигать гей-пропаганду трансгендер нас вот все что с этим связано родитель номер один родитель номер два ребенок сам должен выбирать себе пол и все это для чего это делается полнейшее разрушение института семьи и рождаемости тогда что происходит людей становится все меньше 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 да ну как вы думаете если гей семья усыновила где-то ребенка и далее разрешили установить ребенка какова вероятность что этот ребенок тоже станет как бы как это называется приобретенным педерастом да не врожденный у которых вообще там процентовка небольшая именно приобретенный в случае травм случае пропаганды и так далее какова вероятность что этот ребенок тоже станет гим да высочайшие 90 процентов просто 90 90%. Это тоже работает все. И при этом также у нас еще появился этот ковид, прививочки и так далее. Почитайте, кто такой Клаус Шваб. Не википедии его должность. Не 10 секунд в гугле, а поищите в гугле конкретно. Кто такой Клаус Шваб? Или чем по-настоящему занимался и занимается Билл Гейтс. Не серьезно, это же Microsoft. Поищите. Погуглите, чем эти люди занимались и занимаются дальше. Создание этих вакцин, вирусов и так далее. Понимаете? Вот поэтому я и выложил вот этот видос с этими танцами и флагом, чтобы вам намекнуть, что за ширмой, ребятушки, совершенно другое происходит. И это как один из главных пунктов, который не на поверхности естественно. На поверхности у нас другая повестка, вы сами все прекрасно видите, которая тоже имеет значение. Поразбирайтесь, пожалуйста. Я вот вам сейчас эту информацию дую, а вы поразбирайтесь. Поищите. Глобалисты, сионизм, золотой миллиард, Клаус Шваб. Почему сейчас вообще как один из пунктов все это происходит? Потому что дядя Вова, он же послал их всех. Шваба послал в свое время. Эти всех он послал, когда началась сначала как бы каждому государству, для того, чтобы не было никаких внешнеэкономических проблем, санкций и так далее. Они должны выполнять определенные предписания. И как одно из главных предписаний, это гей-пропаганда. У нас взяли и сделали, что у нас не просто поощряют гей-пропаганду, у нас за нее уголовное преследование ввели. Пока эта статья особо не работает, но начнет работать, поверьте мне. И это отлично. Это очень хорошо. Пункт. Это очень хорошо. У нас там, нам начинают предъявлять, ну, Россия, типа, вы там не попутали, вот, пожалуйста, все исполняют предписание, а вы нет. Потом у нас началась, начался коронавирус, потом прививки пошли. Все страны привились, Россия привилась то ли на 20%, то ли на 15%. Это же тоже неспроста, ребята. Понимаете, все это неспроста происходит. А у нас люди либо телек посмотрел, не подумал вообще, только, понятно, либо вообще ничего не посмотрел. У многих мышление складывается из постиков в сети. Он постик почитал и все. Вникайте, ребят, получайте информацию, чтобы не было потом вот этих моментов, короче, что, а, а я не знал, та ну нафиг, все это фигня, не рассказывайте мне. И опять же говорю, это не значит, что это основные причины. Но не все складываются, понимаете, как пазл. Пам-пам-пам, и вот у тебя появляется общая картина. Что, чего и почему. Вот такие дела, ребята.